Добрый день! Здравствуйте! Во Владивосток после долгого перерыва, связанного с коронавирусными ограничениями, прибыла первая официальная делегация Исуи Фэньхэ во главе с мэром города Ван Лэй. Так, мэры Исуи Фэньхэ и Владивостока обсудили, как будут возрождать туризм, реализовывать совместные проекты в торговле и экономике, развивать транспортное сообщение, а также вопочать в жизнь спортивные, культурные и другие проекты. Ваш визит, на мой взгляд, он ознаменует такой важный шаг в нашем современном мире. В 2023 году это возможность возобновления всех, наверное, в первую очередь предпринимательских связей, ну и, безусловно, туристических. Очень рад, что вы сегодня здесь. Ван Лэй поделился, что их предприниматели с нетерпением ждут возобновления в полной мере работы с российскими туристами. При этом китайская сторона готова не только продолжить многолетнее сотрудничество с Приморьем, но и всячески развивать его. Мэры обсудили возможность проведения в столице Дальнего Востока дней Суи Фэньхэ, организаций, ярмарок и выставок, совместных образовательных, спортивных и культурных мероприятий. Мы не встречались в очных форматах из-за коронавирусных ограничений, но не прекратили сотрудничество с городами Приморья. За 2022 год электронный товарооборот по сравнению с 2021 вырос 200 раз. Мы заметили, что у вас очень большие изменения во всех сферах. Очень рады, что можем возобновить сотрудничество в очном формате. Также мэры обсудили процедуру запуска железнодорожного сообщения между городами, создания благоприятной деловой среды, стимулирующей всестороннее китайско-российское сотрудничество. Анна Дьякова, Новости на Восьмом.